Я рад всех приветствовать, друзья! Я хочу сегодня вам рассказать о люльке от компании Cybex. Моделька называется у нас Aton S2 i-Size. Это такой вариант от Cybex, который дает вам практически максимальный уровень безопасности за меньший прайс. Это практически топовый уровень безопасности. Положение ребеночка анатомически все как в старшем брате. Единственное, она не умеет у нас раскладываться в горизонтальное положение. Собственно, наверное, я лично бы отметил это как основное отличие от старшей модели. Ну и, естественно, немножечко будет отличаться подголовничник. Но это настолько штрихи и нюансы, которые даже многие и не заметят. Поэтому S2 i-Size, друзья, я очень рекомендую сейчас посмотреть этот коротенький обзор. Потому что это соотношение цена-качество бренда и безопасность, наверное, сейчас просто вот очень хорошая. Не просто цена-качество, я добавил еще бренд, потому что она немножечко будет дороже каких-то менее известных брендов. Но этой люлечкой вы пользуетесь там, грубо говоря, 9-10 месяцев. Потом легко продаете, потому что это бренд, меньше теряете в цене. В общем, ладно, это было такое длинное вступление. Действительно толковая люлечка. Давайте быстренько по ней пробежимся. Собственно, что люлька у нас представляет? Это с рождения до 15 месяцев рекомендует сам производитель. Но 15 месяцев, друзья, никогда не дети не помещаются. Давайте так, с рождения до 9 месяцев вы в ней проедете обязательно. Дальше, если ребеночек помещается, ездите до 10 месяцев, до 12, если повезет. Но в любом случае потом вы пересаживаетесь. Поэтому до 9 месяцев минимум вам нужно в ней проездить. А это тоже, друзья, достаточно длинный срок. Здесь по безопасности, повторюсь, одна из самых эффективных сейчас люлик на рынке, который только есть. Поэтому смело доверяем ребеночка. Что касается анатомических положений ребеночка. Здесь, как и в старших моделях, идут супер правильные вкладыши, хорошо фиксирующие ребенка. Чем лучше ребенок зажат, зафиксирован, стеснен, хотя родители этого не любят, тем оно эффективнее. Ребенка не должно быть лишнего хода, движения при боковых, особенно ДТП. Поэтому фиксация ребенка должна быть максимальной. И здесь это есть. Плюс положение самого ребенка здесь очень правильное. Он здесь не полностью прям скрючен, как этот. Все четко, он сгруппирован, подбородочек близко к груди. Все как надо. Это самое правильное положение. Но так как здесь нельзя выравнивать горизонтально, мы здесь будем ограничены по времени перевозки разовой поездки. Единовременной, скажем так, поездки ребенка не больше 40 минут, месяцев до 4. Нельзя этот промежуток времени превышать. Это вредно для ребенка. Поэтому поездки такие коротенькие. 40 минут. Дайте ребенку отдохнуть. Остановитесь, достаньте, разомните. И попозже поезжайте заново. Поэтому такая история. Вообще идет здесь параметры ребенка. 45-87 см она себя вмещает. В общем, вот такое внутреннее убранство. Очень мягенько. Все очень приятно. Трехточечные ремни. Все очень легко регулируется. Вот у нас весь запас ремня. Все это двигается с помощью одной кнопочки. Все очень удобно. Все очень классно. Похоже сейчас немножко на такой рекламный ролик. Но, друзья, я на самом деле абсолютно искренне сейчас вам рассказываю об этой люльке. Потому что Cybex действительно нам дает по цене и качеству. И бренд очень хорошее соотношение. Вот они одни из самых лучших. И у Maxi Kosi еще есть хорошие люлечки. Что касается установки. В данном случае мы сейчас рассматриваем ее просто как автономную позицию. Потому что ее можно ставить на ремень. Можно докупить базу изофикс и поставить ее на базу изофикс. Кстати, что касается боковой дополнительной защиты. Сейчас, секундочку. Она у нас, по-моему, или зажималась, или нажималась. А, все. Просто физически оттаскиваем. Она отстегнется. LSP System. Ее нужно активировать со стороны двери. Видите, как она вылазит. И тогда она будет активирована. И при боком ДТП гасить энергию удару сначала она. И потом только удар уходит на сам каркас. Поэтому со стороны двери это нужно активировать. Будет обязательно. Так, тут такая незаметная кнопочка. Вот, собственно, вот так система это работает. Также, помимо базы, вы можете установить эту люлечку на 97% колясок, которые сейчас есть. Потому что крепеж вот этот вот для колясок, он сейчас практически у всех колясок универсальный. Максикози, Сайбексы, Бритаксы сейчас начали туда ставить, Джой. В общем, много брендов можно ставить. И Сайбекс, соответственно, тоже. Когда вы ставите на колясочку, у вас для этого есть очень хороший козыречек от солнца. И он еще очень хорошо помогает в машине, когда солнце низко. Сейчас оно вот в Питере такое. И чтобы ребенку не светило в глаза. Очень классный козыречек. Посмотрите, с пластиковой окнотовкой спокойно все регулируется. Очень удобно. Кстати, что касается тканей. Помимо того, что они очень приятные, вопросов к ним нет. Стирайте до 30 градусов. И она тогда нормально у вас обратно сядет. Горячее будет, она сядет, вы обратно ее не оденете. А это не гарантия, друзья. Поэтому имейте в виду, стирайте аккуратненько в теплой водичке. Вручную желательно. Потом спокойно все оденете. Так, теперь давайте я быстренько покажу, как ее установить. Как на базу защелкивать. Там все очень просто. Одним щелчком и все, вы едете. А вот как ее поставить ремнем, сейчас я вам покажу. Нам нужно вытащить ремень. Здесь вот на лельке есть вот эти зеленые направляющие. Сейчас ремень будет пропущен в них. Тот, что идет снизу автомобиля, с нижнего крепления, проводим здесь. Такое немножко муторное мероприятие. Некоторых родителей эта процедура пугает. Но зато это экономит вам деньги на базе. База обычно стоит практически, как сама люлька стоит. Поэтому здесь, если хотите сэкономить, можно и взять без базы. Но с базой они эффективнее. И, соответственно, легче устанавливать, легче пользоваться. Вы же как себе и облегчаете жизнь. Поэтому база, конечно, это очень хорошо. Я про базу изофикс. Ссылка внизу будет, кстати, на все это дело. В описании. Потом нам нужно все это натянуть, чтобы весь ремень был натянут, как струна. И тогда, видите, это все плотно стоит. Вот. Собственно, вот таким образом вы можете двигаться, ехать. И базу изофикс, как закон, спереди автомобиля не бывает изофикса. А ремнем вы поставите везде. И на переднем сидении, и на заднем. Но только не забываем отключать подушечку. Когда ставим люльку, обязательно отключайте подушку. Так нельзя ехать. Вот. И вы не ограничены. Спереди ставить, сзади ставить. Когда мама едет одна, и хочется всегда ребеночек, чтобы рядом был. Поэтому всегда спасает вот такой способ крепления. Но единственное, вот такой немножечко, слегка муторный. Мешок туда протяни, сюда протяни. Ну, кто сказал, что дети, это легко. Это труд. И он во всем проявляется. Собственно, друзья, по большому счету, всю информацию, которую я хотел вам донести, я донес. Я очень рекомендую люльки от компании Cybox. И особенно серию Atom. Потому что вот это не бюджетная серия. Она просто не такая навороченная, как их старшая. Но по эффективности, по безопасности она практически им не уступает. Поэтому я всегда их рекомендую. И если потом хотите легко продать ликвиды на вторичке. И плюс получить хороший бренд, безопасность, качество. Ну, в общем, хорошее реальное соотношение. Поэтому напоминаю, ссылки внизу в описании. Комментарии открыты. Пишите, поболтаем с вами, если какие-то вопросы еще остались у вас. А вам удачной дороги. Всем пока.